Добрый вечер, в эфире Вести, Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней в России завершается. Об этом сообщил сегодня президент Владимир Путин в ходе видеоконференц-связи с членами правительства и главами субъектов страны. Он отметил, что по каким принципам будет строиться работа в предстоящий ответственный период поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Дальнейшие решения в российских регионах будут приниматься с учетом конкретной санитарно-эпидемиологической обстановки на конкретной территории, исходя из главного принципа сохранения жизни, здоровья и обеспечения безопасности людей. Президент объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики страны. На каждого ребенка от 3 до 15 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей. Основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3 лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем детям, семьям, где есть такие дети с апреля по июнь. По 1-2 прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей с 1 июня разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 тысячи рублей на ребенка. Далее ежемесячно и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка их семей, где один или оба родителя потеряли работу с 1 апреля по июнь. Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребенка. И как сообщает оперативный штаб в Карачаево-Черкесии, на сегодняшний день в республике выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике 539 подтвержденных случаев. Из них 88 больных выздоровели, трое скончались. 274 госпитализированные получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей. Большое количество пациентов у нас находится в самый крупный госпиталь. Это созданный госпиталь на базе Черкесской городской поликлиники. На амбулаторном лечении в настоящее время находится у нас порядка 50% всех инфицированных. Умерших у нас непосредственно от COVID-инфекции 3 человека. Состояние больных, которые находятся на амбулаторном лечении, оценивается как удовлетворительное. При ухудшении состояния этих больных, соответственно, эти больные госпитализируются у нас в стационары. Выздоровевшие у нас увеличилось количество выздоровевших. Их 88 на сегодняшний день, плюс 5 за последние сутки. В основном это жители города Черкеска. У нас еще есть на контрольных мазках. Если эти результаты исследования ПЦР-диагностики на COVID-инфекцию будут отрицательны с учетом двукратного забора, то, соответственно, число выздоровевших у нас увеличится. 75 лет исполнилось со дня Великой Победы. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов 9 мая возложил цветы к мемориалу «Огонь вечной славы» на аллее героев в парке Победа Черкеска. Из Карачао-Черкесии на фронт ушли 46 тысяч человек. Больше половины не вернулось с полей сражений. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 19 уроженцам республики присвоено звание Героя Советского Союза. 10 героя России. 7 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Выходцы из Карачао-Черкесии отмечены и другими высокими государственными наградами. В народной памяти навсегда сохранятся мужество и подвиг тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Наш святой долг – помнить, какой ценой далась Победа, проявлять постоянную заботу о ветеранах, ценить мирное небо, завоеванное для нас, беречь правду о Великой Отечественной войне, чтить память павших. Их подвиг навсегда в наших сердцах, сказал Рашид Тимрезов. В День Победы Рашид Тимрезов присоединился к акции персональных телефонных поздравлений ветерана Великой Отечественной войны. Глава поздравил фронтовика Виталия Гавриловича Зорина. Его жизненный и профессиональный путь – пример для всех. Он родился в поселке Морозово Ленинградской области в далеком 1926 году. 16-летним юношей ушел на фронт защищать родину. Пусть такого никогда не повторится, вспоминает Виталий Гаврилович со слезами на глазах. От имени всех жителей республики Рашид Тимрезов поздравил ветерана 75-летием Победы, пожелал ему и его супруге крепкого здоровья, долгих лет жизни. Волонтеры республики присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». В эти праздничные дни в связи с режимом самоизоляции молодые люди по телефону поздравляют ветеранов с Днем Победы. Из Карачао-Черкесии 107 фронтовиков слушают слова поздравления из уст членов единого волонтерского штаба. Девушки желают ветеранам здоровья и бодрости духа. Многим из них уже далеко за 90, но они полны оптимизма и с благодарностью слушают добрые слова пожеланий. Многие из наших ветеранов уже знакомы с нашими волонтерами, потому что они приходили по тем или иным заявкам, которые поступали на нашу горячую линию в республике. Поэтому я думаю, что им будет приятно услышать еще раз эти молодые голоса, которые говорят о своем уважении, о почтении не только к возрасту, но и к тому подвигу, который был совершен этими людьми. Символ доблести и мужества. По традиции работники мэрии Карачаевска на северо-западной стороне города на скале водрузили знамя Победы. Данная акция была организована в честь 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. В патриотическом мероприятии принял участие наш корреспондент Альхан Лепшоков. Над местом слияния рек Кубани-Тиберда каждый год активисты преддверия Дня Победы устанавливают знамя Победы. И вот наша съемочная группа вместе с работниками мэрии поднимаются на высокую скалу к 15-метровому флагштоку. Сейчас на высоте развивается российский флаг. Участники акции сняли российский триколор и под песню «День Победы» установили алое знамя. Заместитель мэра Карачаевска Азрет Караев подчеркнул важность проведения патриотического мероприятия. Акцию уже делаем не первый год. В канун 9 мая мы водружаем на высшей точке города Карачаевска флаг Победы. Саму акцию переоценить невозможно. Это патриотическое воспитание возрастающего поколения. Отдаем дань памяти воинам, которые погибли, освобождая не только нашу страну, но и всю Европу от фашизма. Поэтому все с радостью принимаем участие. А начальник отдела культуры Карачаевска Шамин Хуби вместе с фольклорным ансамблем «Алибек» исполнил несколько военно-патриотических песен. Мапис, козылас, керлени, аскер хор ламаз. Бубер, ильген, мерки, ликны, бизденьки, шалмаз. Сауду, не адабир, аскер, добизгетень, болмаз. Здесь, над городом, мы решили исполнить песни времен Великой Отечественной войны. Это песня «День Победы» и песня о Красной Армии. Тем самым мы хотим, чтобы ветераны наши видели, что те идеалы, за что они воевали, а ту победу, которую они отстояли, именно мы ее передадим следующим поколениям. И память о подвиге нашего народа, она никогда не угаснет в наших сердцах. Знамя Победы является символом доблести и мужества. И, как отмечают организаторы, эта акция проводится для того, чтобы почтить память тех, кто ценой собственной жизни подарил нам этот День Победы. Алина Ханебшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков. В Карачаево-Черкесии солнечная погода без осадков. Температура ночью плюс 2, днем до плюс 20. А в горах ночью будет до плюс 1, а днем 10 градусов выше нуля. В Черкесии без осадков температура ночью плюс 6, днем 22 градусов тепла. Продолжаем выпуск. В Хабиевском районе с соблюдением всех санитарных правил прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы. Праздничное утро началось с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке делегация администрации района исполнила процедуру возложения, а почетный караул безукоризненным залпом в небо прочтила память солдат. Несколькими часами позже с соблюдением масочного режима и соответствующих санитарных норм во дворах многоквартирных домов прошли театрализованные представления выступления фронтовых бригад. Люди с окон слушали песни и стихи о войне, подпевали знакомые строчки песен Победы. Парад возле каждого дома героя с главным праздником страны ветеранов Зеленчукского района поздравили не только представителей власти юноармейцы и близкие, но и военный оркестр. Подробности у Али Баташева. Показательное выступление военнослужащих стрелковой роты снайперов. Под звуки военного оркестра горно-мотострелковой бригады. И все это прямо перед окнами собственного дома. А еще поздравления, подарки и песни военных лет. Этот юбилейный день Победы ветеран Иван Кириллович Руденко из станицы Зеленчукской запомнит надолго. 6 октября 1944 года он участвовал в боевых действиях в составе 2-го Белорусского фронта. Был ранен, закончил войну в Германии 16 октября 1945 года. Кавалер Ордена Красной Звезды поблагодарил за оказанное внимание и поздравил всех с праздником. Желаю всем мирного неба, спокойствия и друг друга уважать. Мы помним, чтим, гордимся нашими ветеранами. Тем, кто завоевал нам чистое небо. Благодаря кому мы сегодня живем в Великой России, в нашей любимой Карачаево-Черкесии. Ветеран Ирина Прокофьевна Чепурнова вытирает слезы волнения и радости. Мелодии военных лет в живом исполнении оркестра напомнили о войне и мире. Времени, когда она пошла добровольцем на фронт, служила наборщиком в газете «Краснофлотец» города Севастополя, участвовала в обороне Кавказа и других сражениях Великой Отечественной. Встречала победу весной 45-го. 75-летний юбилей победы был отмечен поздравлениями и подарками Народного Собрания Республики, юнормейцев и бравых военнослужащих действующей российской армии. Желаю вам крепкого здоровья, радости, чтобы люди, которые нас окружают, всегда были рядом, всегда приходили вам на помощь, чтобы вы знали, что мы всегда рядом, мы в обиду больше не дадим. Очень даже, очень понравилось. За жизни такого и не видала. Самое наилучшее, хорошего. Всем желаю хорошего только. В этот день специально для Ирины Прокофьевны прозвучала песня, ставшая народным гимном Великого праздника всех россиян. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести Крачаева, Черкесия, Зеленчукский район. В честь празднования Дня Победы в Крачаевске также прошла акция «Поем дворами». Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили артисты администрации Крачаевска. Аслан Гирюгов подробнее. Данная акция стартовала по всей России. Выездная бригада отправилась на украшенную знаменами Победы автомобиля к домам и дворам, где живут ветераны. Первую поздравили Марию Василину Датиеву. Во дворе ее дома был организован концерт с участием артистов республики. Даже пасмурная погода не смогла отнять праздничное настроение у горожан. Сама Мария Василина также не осталась равнодушной к звучавшим песням и поздравлениям. Нет, никому не желаю, чтобы согласился воевать. Нет, нет, нет. Это нехорошо. Далее выездная бригада отправилась к Исаеву Мусаевичу Яххееву. Стоит отметить, что машины ехали под сопровождение песен о Победе, в которой радовали жители Карачаевска. Гости вручили подарки 95-летнему ветерану и также посвятили песне военных лет. По родной земле дальневосточной броневой удар мы батареем. День Победы. Я то, что рад, то, что я День Победы. Вот это болезнь все не дало нам. Хочу, пошел бы я по народу гулял бы, посмотрел бы, что народ, как и что. Ну, что, получался так, болезнь, не получался все. Живое музыкальное поздравление получил ветеран Султан Хаджимурадович Наскидаев. Выездной концерт завершился в 19.00. В это время по всей стране прошла минута молчания и во всех дворах прозвучала песня «День Победы». О важности проведения данной акции рассказал один из организаторов, начальник отдела культуры Карачаевска Шамиль Хубиев. Все вот эти акции, они ведут к тому, что с каждым годом у нас поднимается в стране военно-патриотическое воспитание. И мы все, конечно, этому рады и этому будем способствовать. Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Родительское право». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова